Принцип делегирования или прямые выборы? Карельские депутаты возбудились не на шутку. В парке, где живут ручные белки на Куковке, проложена тропа виртуальная. Ведущие программы «Трэнди Брэнди» сели за руль, как это было в новом выпуске. Новости на телеканале Ника Плюс. В студии Юлия Кучеренко. Здравствуйте. Прямые выборы районных глав отменяются. Сегодня парламентарии во втором и окончательном чтении приняли закон о формировании органов местного самоуправления, подтвердив таким образом, что отныне главы районов будут выбираться из числа депутатов районных советов конкурсными комиссиями. Прямые выборы остались только в двух городских округах – Петрозаводске и Костомукше. Депутаты хотели добавить в этот список еще и Медвежегорский район, но поправка не прошла. Шесть поправок закон о формировании органов местного самоуправления сегодня рассмотрели парламентарии. Обсуждение было таким бурным, что председателю пришлось не раз напоминать о дисциплине и депутатской этике. Хотя возбуждение народных избранников понятно. В их руках судьба реформы местного самоуправления. Согласно принятому закону, теперь главы районов будут выбираться из числа депутатов районных советов конкурсными комиссиями. Прямые выборы сохранились только в Петрозаводске и Костомукше. Депутаты ЛДПР предложили сохранить прямые выборы и в Медвежегорском районе. Якобы того просят избиратели. Мы считаем это право, если люди обращаются, они считаются с уютами для лучшинства, причем мы не должны их поддержать. Но депутаты поставили такую просьбу под сомнением. Нельзя полагаться на мнение достаточно густого друга одного городского поселения. Чего они-то хотят, все остальные поселения в Медвежегорском районе. Чего хотят в районе, попытался донести глава пиндужского поселения. Он выразил удивление, с чего вдруг депутаты решили, что Медвежегорский район желает оставить прямые выборы. К слову, это же удивление уже звучало на форме депутатов муниципальных образований. Меня вообще в принципе удивило, что хотят выделить, как бы вся республика будет работать по одному закону, а Медвежегорский район выделить главу на прямых выборах. Мнение Медвежегорского района только делегирование. И то, что отдельные люди предлагают или отдельная фракция, это не есть мнение района. Спасибо. Видимо, услышав народное мнение, депутаты поправку отклонили. То есть оставили в Медвежегорском районе, как и в остальных, принцип делегирования. Расстроенным членам фракции ЛДПР, чья поправка сегодня не прошла, осталось только инициировать новую. Мы пойдем еще дальше. И для того, чтобы подчеркнуть вот эту вертикаль власти, я буду выступать с поправками, чтобы переименовать должность Александра Петровича Пудилаина с главой республики Карелия на верховного правителя республики. В мир традиционной карельской кухни приотворяют калитку в Национальном музее республики. Калитка.ру – это не только вкусный карельский пирожок, это дверь в богатый мир национальной кухни. Научить готовить традиционные блюда, а также рассказывать, что такое, к примеру, ухват или противень, собираются авторы нового проекта, который стал победителем грантового конкурса «Музей русского севера». В Национальном музее заверили, идея проекта родилась давно. Его возникновение никак не связано с приездом в Карелию в апреле этого года президента Путина. Тогда карельские пирожки Путин нахваливал. Его слова разошлись по многим СМИ. У нас вкусная кухня, она такая разнообразная, на Северном Кавказе, в Поволжье, чак-чак – это вкусно. Калитки в Карелии очень вкусные. Цель виртуального музея калитка.ру – познакомить с национальной кухней коренных народов. В том числе мы будем варить суп, мы будем делать какие-то мастер-классы, связанные просто с пониманием назначения предмета, например, зачем скалка, зачем противень, и как ей пользоваться, и вообще, что такое ухват, например. Сама я пипсянка, поэтому традиции кухни у нас в нашей семье почитаются, и поэтому все мне передают родственники и бабушка, конечно. Поэтому такая идея витала в воздухе давно, и мы мечтали, что в Карелии должен появиться музей калитки. Теперь, когда Национальный музей выиграл грант и проект запущен в работу, предстоит наполнить интернет-ресурс. Должны состояться экспедиции в места традиционного проживания карелов, вепсов и финнов, а также проведение мастер-классов, конкурсов, съемки видеороликов по приготовлению блюд традиционной кухни. Рецепт – это феномен культуры, который тоже имеет свойство исчезать, уходить. Уже на презентации проекта появились желающие поучаствовать в кулинарных мастер-классах. Похвастаться умением печь калитки или сканцы, возможно, смогут и карельские школьницы. В уроки труда образовательным учреждениям предложили внести этнокомпонент. Экологическая тропа ведет к арт-объекту. В городском парке карельской столицы появилось странное дерево. Беличий остров на Куковке теперь славен не только своими белками, но и экологичным ленд-артом. Дерево, возвращающееся в землю. Илья Митрофанов и Маргарита Давыдова – авторы вот этой композиции, которая установлена в глубине Беличьего острова. Художники мастерской экодизайна «Дивный мир» из Вологодской области решили никак не называть объект. Имя должны дать горожане. Один из первых посетителей назвал композицию «Счастливым пнем». Упавшая в этом же парке елка обрела новую жизнь уже в виде арт-объекта. Дерево отжив, должно вернуться в землю и перенести всю энергию, которую оно скопило за свою жизнь, обратно отдать почве и стать основой для молодой поросли и точно так же, как вечный круговорот жизни. Беличий остров – парк на Куковке. Его уникальность в том, что его территория не тронута руками человека. Это городской лес в его чистом виде. Здесь живут ручные белки и гуляют петрозаводчане. Теперь в парке проложена виртуальная тропа. На деревьях появились таблички. На них коды. С помощью смартфона каждый из посетителей парка сможет их прочесть и самостоятельно отправиться в виртуальную экскурсию по Беличьему острову. Вот эти все объекты сейчас промаркированы. Их 20 штук на территории Беличьего острова. И сейчас, подойдя со специальным устройством, традиционно уже имеющимся у всех, особенно у молодых людей, то есть люди могут узнать об этих объектах. Уникальность в том, что это первая обустроенная на сегодня территория, естественная лесная в черте города, которая приготовлена уже для пользования горожанами. Юбилей отмечает клиника Людмилы Власовой. В этом году ей исполняется 20 лет. К праздничной дате руководство приурочило еще одно знаковое событие – новоселье. Клиентов ждут по новому адресу – Первомайский, 37-Б. День рождения клиника Людмилы Власовой отмечает 1 июля. Подарок, который сделало руководство своему коллективу и клиентам к 20-летнему юбилею, это светлое и большое новое помещение. Первый блок уже готов встречать своих клиентов. Скоро откроют еще два. Клиника переходит на другой совершенно уровень. Мы начинаем такое направление в медицине, которое называется антиэйдж. Медицина антистарения, долголетия и качество жизни. В связи с этим мы уже включили и залицензировали три новые специальности. Это врача-хирурга, врача-лазеролога. Сейчас мы будем достаточно широко использовать медицинский лазер для решения проблем и сосудов, и проблем кожи. Далее мы включили новое направление – ортопедию и травматологию. Такой врач в нашей клинике просто был необходим. И еще другая проблема, которая тревожит почти всех в определенном возрасте – это проблема суставов. Поэтому мы будем стараться продлять молодость суставом. Помимо этих услуг в обновленной клинике Людмилы Власовой вам по-прежнему предложат полный комплекс услуг в области косметологии и дерматологии, а также подарят улыбку и внимание. Клиника Людмилы Власовой теперь находится по адресу Первомайский, 37-B, телефон 74-0001. После рекламы смотрите программу «Трэнди Брэнди», а в 19.30 в нашей студии в программе «Карельский капитал», отвечающий за экономический блок в правительстве Олег Громов. Новости на сегодня все. Я желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин